Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе трехдневных переговоров в Сочи обсуждали не только нынешние двусторонние отношения России и Беларуси, но и перспективы их развития в будущем, в том числе после смены руководителей двух стран. Об этом президенты сообщили сегодня на совместной пресс-конференции. В частности, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились проанализировать исполнение различных соглашений в рамках союзного договора. В декабре этого года исполняется 20 лет союзному договору. Мы договорились с президентом Беларуси, что мы проанализируем все, что сделали за последний год, свеем часы по этой интеграционной повестке, имея в виду даже то обстоятельство, что параллельно развиваются и другие интеграционные процессы, в том числе Евразес. Мы должны посмотреть, где мы впереди, где мы даже чуть-чуть отстаём от того, что происходит в рамках Евразес. Ведь изначально в основе как-то лежали те договоренности, которые были достигнуты в рамках союзного государства. Нам надо посмотреть и на развитие наших союзных отношений в рамках Беларуси и России, посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы. Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные. Мы когда-то уйдём, что оставим нашим детям. На пресс-конференции зашла речь о независимости и суверенитете. Владимир Путин, в частности, отметил, что в современном мире все государства взаимозависимы. А Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия и Белоруссия готовы объединиться, если к этому готовы их народы. Мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я не о независимости говорю. Для меня независимость – это понятие относительное. Полностью независимых государств в мире просто не существует. А я добавил, что даже Россия. Ну, все. Все. Очень большие и малые страны. Современный мир – это мир взаимозависимости. Посмотрите, что происходит, ну, скажем, в Западной Европе. Там Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами ЕС решений больше, чем Верховный Совет, СССР в своё время принимал таких решений для союзных республик. Ну, вот это что, разве это не независимость? Или, скажем, военные союзы такие, как НАТО? Что, вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет. Ну, вот сидят, помалкивают, где-то, где суверенитет. Перед началом переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили образовательный центр «Сириус». Его открыли 4 года назад по решению российского президента. Главная цель этого проекта – выявлять и поддерживать талантливых детей. Владимир Путин и Александр Лукашенко прошлись по классам, где им рассказали о проектах воспитанников центра. В числе прочего показали новую генетическую лабораторию и уникальную систему хоккейной аналитики «Айсберг». Ее разработали в России для подготовки и отбора юных хоккеистов. В завершении экскурсии президент Белоруссии поинтересовался, где воспитанники центра собираются работать после окончания обучения. А дальше перспектива. Весь мир – мир России. То есть вы можете в любой точке мира туда устроиться, если вас пригласили? Да, это весьма общие навыки. То есть, если ты умеешь работать, то, мне кажется, это пригодится вообще в любой точке этого мира. Пусть работают там, где хочется. А мы должны создать условия для, наилучшие условия для применения. Продолжение следует...